Здравствуйте! С вами Юлия Погосян. На телеканале Видное ТВ программа «Мастер своего дела». Сегодня у нас необычный выпуск. Я нахожусь в городе, курорте Сочи, где в эти дни проходит международный форум добровольцев России. Свой рассказ я начну с курорта «Роза Хутор». Прямо сейчас я вам покажу, что это такое, а после мы спустимся вниз, чтобы познакомиться с героем программы – волонтером Ольгой Вавиловой. Центральная площадь курорта «Роза Хутор». За моей спиной находится башня-ратуша. Вокруг нее отели, рестораны, закусочные. Ну а мы направляемся на канатную дорогу. Я выбрала трассу «Олимпия» и ведет она в Олимпийскую горную деревню. Прямо сейчас мы посмотрим, как подниматься на этих вагончиках на вершину горы. Я внутри, и наше приключение начинается. Здесь все говорит о спорте. Недалеко от канатной дороги есть аллея флагов. Вот вы видите за моей спиной символ Олимпийских игр. Вообще, с уверенностью могу сказать, что Сочи, и в частности курорты горнолыжные – это просто флагман нашей спортивной России. Ну вот мы и добрались до отеля, где проживают участники форума. И я встретилась со своей героиней, волонтером Ольгой Вавиловой. Ольга, привет! Здравствуй, Юля! Ну, как ты могла бы подумать, конечно, меня интересует вся деятельность волонтера и то, как ты пришла в эту сферу деятельности. Когда это было и что тебя озарило начать путь в волонтерстве? Ну, наверное, так или иначе, какой-то волонтерский опыт у меня был с самого детства, но я просто не знала, что это так называется. Когда я была маленькая, ну, помладше, то есть мне там было 11 лет, меня просили поприсматривать за детьми. Тоже в нашем доме проживала семья с ребенком с инвалидностью. К маме надо было отлучиться на час, я могла посидеть с ним. И тогда бы я это не назвала волонтерской деятельностью, а просто помощь по дому, в семье, да, то есть нуждающим. Ну да, просто от доброты души. Да, вот, но когда я поступила в институт, у нас очень развито студенческое направление, именно самоуправление, и там было направление социальное служение. Не волонтерство, а именно социальное служение, в ходе которого мы организовывали выезды по детским домам. Оля, это не относилось, да, к твоей будущей профессии, просто дополнительно, да, в рамках учебы? Да, да, это просто был, наверное, зов моего сердца, как я к этому пришла, это хороший вопрос. Был период, когда мне трудно было передвигаться, и были ограничения, именно в подростковом возрасте. И был тогда вопрос по, даже такой, возможно, летальный мог бы быть исход. Какая-то травма, то есть, да, у тебя случилась? Это была не травма, это была халатность медработника, и когда в одночасье просто из одного поступка специалиста ты оказываешься на грани жизни и смерти в 14 лет, когда гормоны бьют, когда хочется показывать себя. Развиваться как-то, да? Вообще, опознать себя в этом мире, кто я есть такой, ты просто оказываешься на больничной койке. А с чем изначально, Оля, это было связано? Почему так произошло? Я была ослабленным ребенком с детства, потому что у меня бронхиальная астма, разные еще дополнительные заболевания хронические, и все мое детство было в больницах, это был 9 класс, и меня тогда забрали родители из больницы, из инфекционного отделения, с ослабленным иммунитетом, после тяжелой ангины, под расписку, что уже в состоянии хорошего меня ввели, но ослабленный иммунитет. Учитель по истории вел свое занятие, я слила на последней партии, заходит медсестра и говорит, ребята, открываем рты, я вам закапываю что? Витаминки. Я думаю, ну окей, я открыла рот, все открыли рот, всем закапывали витаминки. Это и стало причиной, в принципе, от этого все пошло? Выяснилось, что это прививка от полимелита, которая дала колоссальный эффект, вот упорно-двигательный аппарат стал выключаться, разрушаться все кости. Были поездки к гематологу, и был вопрос не рак ли крови, не красно-системная волчанка, то есть организм просто сгорал. Оля, это и послужило началом того, что ты начала свою волонтерскую деятельность, помощь людям с ограниченными возможностями? Ну тогда подросткам у меня сформировалась мысль, неужели мой путь завершится? Неужели я все сделала, что я могла сделать? Либо все-таки есть вам ресурсы, я могу восстановить себя и помочь другим. Я себе так сделала вызов, сказала, что если я вот восстановлюсь, я буду жить, буду полноценно себя реализовывать, и вообще все прогнозы врачей уйдут в сторону, то я буду помогать другим. Вот прям себе сказала, и так делала. То есть, в принципе, я себе дала такую установку, наверное, может быть, кто меня поддерживает, может быть, откажусь от волонтерской деятельности, и все, не знаю. Опустить руку не дает. Да. 3D, делаем добрые дела, да? Твой дом такой, где царит добро, где царит помощь людям. Да. Он находится в городе Видное. Вот там, как проходит твоя деятельность, почему это считается волонтерской деятельностью? Ну, во-первых, самое главное, семье, которая оказалась в такой ситуации, и ребенку нужно получить конкретную информацию, как принять эту ситуацию, какие первые шаги надо сделать. То есть, в моей ситуации не оказалось тех людей, которые бы могли поговорить со мной. Объяснить. Объяснить, успокоить родителей. Ты ее и как раз таки предоставляешь? Бесплатно? Бесплатно. Плюс получить психологическую поддержку. Помощь психологическая. Помощь психологическая. Одесса адекватно смотрит конкретного ребенка. Оль, ну это же, наверное, не вся волонтерская и добровольническая деятельность, которой ты занимаешься. Да. Мы формируем пакет одежды, который семья может получить. Мы фотографии, там размещаем. Что это за одежда? Что это за пакет? То есть, кто-то благотворительно сдает это? Да, да. Есть как бы уж на одежды. Администрация Ленинского городского округа. Да. Есть просвещение общественности. В том числе и с подключением администрации округа городского нашего, вот, Ленинского. Значит, мы делаем фестивали, на которых мы собираем как людей с инвалидностью, так и без. Инклюзивные фестивали. Они разного порядка. Либо это какие-то интерактивные мастер-классы. Когда ребята просто в атмосфере душевной проводят время, познают себя, встречаются со своими сверстниками. Могут завести какие-то знакомства, которые в последующем помогут встречаться уже без нас на каких-то площадках. То есть, плюс еще я общаюсь с бизнес-сообществами, которые помогают бесплатно получать какие-то услуги. Ну, это как раз-таки, наверное, торгово-промышленная палата Ленинского городского округа, да, которая активно сейчас участвует в жизни района. В том числе, да. Так вот обширно получается, что ты делаешь так, чтобы человек с ограниченными возможностями поверил в себя, начал общаться с другими такими же людьми, понял, что он не один. Какой-то опыт, да, перенял от своего нового друга. И чтобы действительно была такая вот атмосфера, что этот человек, он не с какими-либо ограничениями в жизни, да, чтобы он понял, что он имеет такие же равные возможности, как и люди здоровые. Да. Для меня это первый этап. Второй этап – это развитие лидерских качеств у человека с инвалидностью. Я являюсь тренером людей с инвалидностью при региональной общественной организации «Перспективы». Это ведущая у нас организация в России, которая уже больше 20 лет реализовывает инклюзивные практики. Да, давай сразу поясним для наших телезрителей, что такое инклюзивные. Потому что я первый раз с этим понятием столкнулась на форуме. Оля мне объяснила, и давай расскажем, что это. Ну, это не только касается людей с инвалидностью. Инклюзия – это включение того или иного человека, как с особенностью, так с каким-то отличием. Ну, вот смотри, семья, которая столкнулась вот с такой ситуацией, да, жизненной тяжелой ситуацией. Что ты посоветуешь? Вот как, с чего начинать? Они не знают о твоем добром доме, они не знают других, другие семьи. Как им адаптироваться, как им адаптировать своего ребенка, если это в другом случае, как ему самому адаптироваться в этом мире? Важно найти фонды, которым они доверяют. Через фонд все-таки. В проверенном фонде, потому что в любом проверенном фонде есть первичная консультация. Я в первую очередь всем говорю о том, что они могут прийти ко мне на консультацию, но для вариативности я им рекомендую пройти еще в разных федеральных центрах бесплатно. Я им рассказываю, как записаться на первичную бесплатную консультацию. Где-то надо подождать, потому что запрос большой. Они формируют заявку, даже я могу им помочь ее сформировать. И они тогда получают обратную связь от этого количества специалистов, которые в своей области мастера. Они понимают, что в Ленинском районе я им что-то сказала, там им сказали, или они ко мне пришли от этого количества специалистов. Я им все собрала в едино, они поняли, да, мы работаем с вами. Потому что территориально удобно добираться ребенку комфортно, потому что самое главное, ребенка не только с ним заниматься, а его еще не встать от одного слеза к другому, чтобы он жил. Он ребенок, нужно радоваться. Поэтому и вот эта философия смеха и радости. Когда мы крутимся только вокруг диагноза, мы вообще забываем, что ребенок что-то может, или мы начинаем просто трястись рядом с ним, вот он сейчас упадет, что же будет, как же так? Ну дети падают, да, и это нормально. И если мы только будем оберегать ребенка с инвалидностью, то как же он станет самостоятельным? И вот здесь плюс еще выключение работы с родителями. возможность ребенка отдать волонтерам, и мы занимаемся отдельно. Оль, ты заметила, мы о очень серьезных вещах с тобой говорим постоянно с улыбкой. Это одна из составляющих вот этого добровольческого движения, волонтерства, что нельзя как-то все с угрюмым лицом. Мы постоянно с тобой смеемся. Какие-то есть моменты, шутки, да, какие-то в твоей деятельности смешные моменты случаются. И постоянно идет улыбка, говоря о людях с ограниченными возможностями, ты постоянно улыбаешься, твоя улыбка передается мне, я улыбаюсь. Это вот, скажи, это действительно вот такой пасы должен быть. Самое главное, что когда мы принимаем это, нам становится легко. Больничная клоунада, вклад Костя Седового тоже есть. Доктор Клоун, кстати говоря, он несколько лет назад приезжал в Ленинский тогда еще район, и я снимала сюжет про доктора Клоуна. Доктор Клоун и Больничная клоуна – немножко разные организации, но суть одна и та же. Клоуна Алекс опять-таки же приходит. Клоуна Алекс, да. То есть это очень важная философия. Важны клоуны за границей и приходят в палаты и собаки. То есть даже есть фотографии, когда перед палатами выстраиваются собаки, и они ждут команды, когда можно зайти. Вот. У нас в Добром доме есть Эрика, Golden Retriever. Вот это вообще, это такая милота. Коль, в нашей стране сейчас волонтерам быть легко? Зеленый свет добровольническому движению? Или все-таки это какие-то имеют затруднения? Вот сейчас это огромнейший коридор. Просто это, не знаю, сколько, я не водитель, сколько полосы, да, сделано. То есть очень широкая дорога. Сейчас ребятам трудно, может быть, выбрать, потому что все есть. Оно сейчас только зарождается, начинается, набирает обороты или уже полностью сформировано? Оно уже родилось. Формируется? Оно уже стоит на ногах, вот так я это вижу, что это уже... Пятилетний ребенок. Нет, я уже думала, что это школьник, но начальная такая. Сегодня во время закрытия форума добровольцев повезло всем присутствующим. На сцену вышел президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мне всегда, хочу это подчеркнуть, всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами. И скажу почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится не ко мне. Поделись своим впечатлением, как тебе его речь, потому что мне она очень понравилась. На мой взгляд, она была очень живая. Для меня важно, что действительно волонтерство поддерживается именно президентом. Есть уже закон о волонтерстве. И именно о словах и о встрече с президентом на церемонии закрытия все ждут. Все волонтеры ждут обратной связи. Ну, насколько он почувствовал их за год, за их деятельность. И, конечно, это всегда бурные овации, эмоции. И с каждым годом его речь становится еще больше, ну, с теплотой это все звучит. Какие планы ты строишь на свое ближайшее будущее? Может быть, у тебя есть задумки о новых проектах? Или чем ты собираешься заниматься в своей волонтерской деятельности? Ну, надо сначала вспомнить, что было в этом году. А в этом году был охват уже не в Ленинском районе, а я стала возвращаться к тем практикам, которые я делала до создания своего проекта. Это с федеральным проектом. И я подтянула уже в рамках своего проекта тех людей, которые по стране делают добрые дела. И мне захотелось показать, что нас как раз конкретно больше. И познакомить, и создать наглядным путем выбор ребятам, которые еще не вышли на этот путь. Либо думают, но не знают как. Мне хочется... Оле хочется просто помочь всем нам на земле. Да, это была шутка в студенчестве. Говорили, ну, Вавилов же спасает мир. То есть мы там что-то делаем, а Вавилова спасает мир. А вот нечего смеяться, пройдет энное количество лет. И, как говорится, энное количество лет прошло, да? И мы увидим Олю на мировом уровне, как она будет помогать людям. Ну, мировой, не мировой, может, не меня увидим, а мои какие-то дела скажут обо мне. Воследователей. Вот. Это, на самом деле, лирика, главное, чтобы все-таки это осуществилось. Есть такая ситуация, когда ты искренне делаешь добрые дела, то ты подключаешься вообще к какой-то космической энергии. Это не какая-то вот псевдоэзотерическая философия, а реально это так. Оль, спасибо тебе огромное за познавательную беседу. Я уверена, она была интересна и нашим телезрителям. Я желаю тебе, чтобы улыбка у тебя всегда была по жизни с тобой. И чтобы твоя энергия никуда не исчезала. И чтобы ты черпала от твоих добрых дел ее постоянным. Спасибо всем, кто был с нами сегодня на телеканале Видное ТВ. Программа «Мастер своего дела». Юлия Погосян специально из Сочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин